К другим темам. Половину всего общественного транспорта в крупных российских городах планируют перевезти на природный газ к 2020 году. Этот вид топлива дешевле и экологичнее бензина и солярки. В качестве дополнительного стимула в Минэнерго предложили обнулить транспортный налог для машин, работающих на газе. Новосибирские в этом году закупили несколько автобусов, работающих на метане, однако пока в автотранспортном предприятии обещанной экономии не почувствовали. В Новосибирске на покупку автобусов на газовом оборудовании из бюджетов всех уровней потратили более 80 миллионов рублей. Сейчас в городе 12 таких машин. Но увидеть их чаще можно не на линии, а в ремонтных боксах. Вместо того, чтобы экономить на топливе, предприятие терпит убытки из-за постоянных поломок. В прошлом месяце автобус Игоря Рагимова простоял на ремонте неделю. Сегодня не успел выйти на линию с нового поломка. Чаще всего из строя выходит именно газовое оборудование. Запчасти они заказывают. У них там наличия нету ничего в этом сервисном центре. Мы туда приезжаем с неисправностью. Они определяют и заказывают через завод, через Москву. И мы ждем неделю минимум. Автобус простаивает. На каждой машине крупными буквами главные преимущества метана – экология и экономия. Пока транспортники оценили только первое. Вреда окружающей среде действительно минимум. А вот вся экономическая выгода – метан почти вдвое дешевле солярки – сводится на нет частыми простоями. Получаются убытки. Новый автомобиль должен работать. А тут получается сплошная экономия. Он стоит. Ждет в ожидании, например, резакционного клапана, который вышел из строя. Автобус стоит. Водитель деньги не получает. Предприятие, прибыль, будем говорить, теряет пассажиры. На остановке стоят, ждут этот автобус. При этом на весь Новосибирск всего две метановые заправки. Чтобы пополнить запас топлива, водители тратят по полтора часа. В Омске таких заправок и вовсе нет. А потому владельцы автобусов переоборудовать транспорт не торопятся. Стоит это дорого. А местный бюджет поддержать их не может. Средств не хватает. Еще один вариант – переход не на природный газ, а на пропан. В этом случае переоборудование стоит дешевле. Но расход пропана выше. По сравнению с бензином все равно выгоднее. Но и здесь та же проблема. Нет развернутой сети заправок. Не хватает газомоторных заправок автоматических. Всего у нас две заправки. В городе Кемерово, да. Вот на прошлой неделе одна встала на ремонт, поэтому был ажиотаж. Автобусы по 3-4 часа стояли на заправочной станции. Между тем, в этом году федеральный бюджет продолжится финансирование региональных закупок таких автобусов. Городские предприятия по всей России получат более 500 нефазов. Руководитель новосибирского ПТП-4 тем временем написал на завод письмо. Просит больше такую модель для городских перевозок не выпускать. Лидия Захарова, Ирина Глухова, Дмитрий Ковалев, Дмитрий Кабанов. Новости РНТВ. Новосибирск.